Дорогие братья и сестры, слава Господу! Бог богатой милостью позволил нам быть на этом месте. И первое место я хочу вместе с вами прочитать в Салон 34, 18. Я прославлю тебя в собрании великом среди народа многочисленного, восхвалю тебя. Я думаю, каждый из нас, придя на это место, пришел с этой целью, с этим желанием прославить великого Бога. Слава Ему! Пусть Его имя будет возвеличено, пусть Его имя будет прославлено. Ибо Иисус, когда собираются дети Божии, приходит на то место, где народ Божий, где дети Его, которых Он искупил. И другое место, Иоанн 6, 35 стихом говорит, я есен хлеб жизни. Нет, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Поэтому, приходя к нашему Господу, нашему Спасителю в этот освященный день, я думаю, у всех у нас есть эта жажда, чтобы жаждать Его. И имея Его, мы не будем жаждать никогда, потому что Он есть хлеб. И Слово Божие есть хлеб. Он однажды врагу душ человеческий сказал, не всяким хлебом будет питаться человек, но Словом, исходящим из уст Божьих. Еще Петр в Первом Послании, Пятой главе, говорит, Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою, во Христе Иисусе Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Братья и сестры, вот в этом сегодня нуждается каждый знать, чтобы быть непоколебимыми. И это мы сможем только с нашим Иисусом. Иаков в Первой главе, двадцать первым стихом, пишет следующее. «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, примите в кротости, примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Если есть хоть остаток злобы, каких-то обид, Слово не поселится в сердце человека, и это проблема. Поэтому Писание нам говорит, отложи всякую нечистоту, отложи всякую остаток злобы, и прими насаждаемое Слово, которое Дух Святой хочет посеять в твое и мое сердце, чтобы оно было способно спасать наши души. Да благословит и поможет нам Господь. Мы будем начинать служение, поя Господу вместе с молодежью. Нам нужны реки воды живой. Вставай на наши ноги. Господь, я жду Тебя. Велики мой Бог, Твои дела. И душа моя к Тебе Стремится, как поток улак. О Господь, я жду Тебя, чтоб войти в Твою обитель. Ты прекрасен Иисус, всей душой Тебе стремлюсь. Как нужны нам реки, как нам нужен дождь, Все Твои источники воды живой. Благодать и славу Ты на нас излей. О Господь, мы жаждем быть с Тобой. О Господь, мы жаждем быть с Тобой. О Господь, мы жаждем быть с Тобой. Ибо я и залью воды на жаждущие потоки, на иссохшие. И залью дух мой на племя Твое, И благословение мое на потомков Твоих. Так говорит Господь, Царь Израиля, И Искупитель Его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет слов. Я, я тебе стремлюсь, как хочу восстать всю свободу. Я, Твоя любовь, 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 Моги живой Благодать и славу Ты на нас издрел О, Господь, спешащий Будь со мной О, Господь, спешащий Будь со мной Иисус Нас обнови Что в духе Расслабит Тебя Истины И нам яви Свою силу Как нужны нам реки Как нам нужен дождь Все Твои источники А мы живой Благодать и славу Ты на нас издрел О, Господь, спешащий Ты на нас издрел О, Господь, спешащий Ты на нас издрел Ты на нас издрел Ты на нас издрел Чтобы он издрел Чтобы он издрел В каждое сердце Аминь Благодать и славу Благодать и славу Благодать и славу Иисус Прибли Он издрел О, Господь, спешащий Благодать и славу Иисус Благодать и славу Иисус Благодать и славу А умершего заветом Неужели отопнешь Для царя небесной славы Место в сердце приготовь Помни мне его прицелу И при мне его любовь Не отдачи Иисусу Призывает он опять Может быть тот день последний Дольше он не будет дан Для царя небесной славы Место в сердце приготовь Помни мне его прицелу И при мне его любовь Воскреси же Иисусу Жизнь и сердце все отдать Вас помогне благодарим Скоро уж не будет вас Для царя небесной славы Гнездо в сердце приготовь, Помни его призыву И прими его любовь. Благословен Господь, слава Ему! Давайте приготовим в наших сердцах место для Него. И для назидания нашим деткам я хотел бы прочитать с первого послания Иоанна, с пятой главы, с восемнадцатого стиха. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикоснется к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Я бы хотел, чтобы сейчас в молитве мы часто молимся, чтобы Иисус защитил наших детей, Иисус оградил наших детей. Но сегодня я бы хотел призвать вас к молитве, чтобы наши дети хранили Иисуса, чтобы они оберегали Его в своих сердцах, чтобы они всегда оставляли место в этом мире, в котором много информации, много чему их пытаются научить, чтобы там всегда было больше места для Христа, чем для любой другой информации. Детки преклонятся, встанут на коленки, закроют глазки, и братья-служители совершат молитву за детей. Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысячи грешников, и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Много такого свидело око мое, и еще более того слышало ухо мое. В сборище грешников возгорится огонь, как и в народе непокорном возгорался гнев. Неумилость является он над древними исполинами, исполинами, которые в надежде на силу свою сделались отступниками. Не пощадил в живых в одном месте слотом, которыми возгнушальца за их гордость. Не помиловал народа погибельного, которого надмивался грехами своими. Равно как и шестисот тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если б он остался ненаказанным. Ибо и милости гнев во власти его. Силен он помиловать и излить гнев. Как велика милость его, так велико и обличение его. Он судит человека по делам его. Не убежит от него грешник с хищением, и терпение благочестивого не останется тщетным. Всякой милостыне он даст место, даже каждый получит по делам своим. Не говори, я скроюсь от Господа. Неужели с высоты кто воспомнит обо мне? Во множестве народа меня не заметят, ибо что душа моя в неизмеренном создании? Вот небо и небо небес Божии. Бездна и земля поколеблется от посещения его. Равно сотрясаются от страха горы и основания земли, когда он взирает. И это не может понять сердце, а пути его кто постигнет. Как ветер, которого человек не может видеть, так и большая часть дел его сокрыты. Кто возвестит о делах правосудия его? Или кто будет ожидать их? Ибо далеко это определение. Скудный умом думает так, и человек неразумный и заблуждающийся размышляет так глупо. Слушай меня, сын мой, и учись знанию, и внимай сердцем твоим слова моим. Я показываю тебе учения обдуманные и передаю знания точные. По определению Господа, делай его от начала, и от сотворения их он разделил части их. Навек устроил он дела свои, и начало их в роды их. Они не алчат и не утомляются, и не прекращают свои действия. Ни одно не стесняет близкого ему, и до века не воспротивятся они слову его. И потом воздел Господь на землю и наполнил ее своими благами. Душа всего живущего покорила лица ее, и в нее все возвратится. Аминь. Слава нашему Господу за милость Его, за любовь, за все Ему хвала. И мы хорошо сделали, что сегодня пришли перед лицом Бога, Господа нашего, и мы должны эту цель всегда ставить. Когда-то один пророк по имени Валаам, он поставил себе цель, только не ту. И когда он встал и пошел, чтобы исполнить, что он хотел, не то, что Бог говорил ему, Бог отверзл из уста ослицы, ослица ему проговорила, но и то не остановило его, все-таки осталось в голове, что он хотел. Потом и ангел сам вышел, но это тоже не поменяло мнение пророка. Потом он два или три раза Бог благословлял Израиля, но и то не поменяло мнение егошнее, и в конце концов дал всего лишь совет, чтобы Бог поразил Израиля. Человек поставил себе цель, и в этом пути, когда он шел, вот все, что не делал Бог, его не могло это поменять. Все, что не происходило, егошние мысли не поменялись. Он хотел почести, и он хотел то, что ему царь обещал. И сильно не хотел делать то, что Бог ему говорил. Мы должны себе ставить цель, и наша цель должна быть Бог. И наподобие Валама, только наоборот, чтобы больше ничего не могло нас остановить, чтобы мы зряли на Бога и боялись Его. Об этом я сегодня хочу немножко поговорить о страхе Божьем. Есть ли страх Божий в нас или нет? Или мы, как Валаам, что Он нам не говорит, нас это не беспокоит. Едя по жизни, мы у нас это много, я не знаю, как у вас, и у меня много встречается таких моментов, потому что в первую очередь ставишь, что подумают люди, что скажет пастырь, что скажет это. Бывает, не всегда вспоминаешь, вспоминаешь, ну, что подумает Бог. Что подумает Бог, как-то, ну, Он поймет все равно, или даже нас как-то не волнует просто, что Он подумает, что Он поставил, что нужно, начинает не волновать. Таким образом, мы показываем, что мы Бога просто не боимся, что у нас нету страха. Начинаем делать действия такие. Я для начала хочу прочитать место, знакомое всем. Это четвертое царство, пятая голова, и я начну с 20 стиха. И сказал Гези, слуга Елисея, человека Божьего, вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого серианина то, что он предложил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него то, что, возьму у него что-нибудь. И погнался Гези за Нейманом, и увидел Нейман Гезию, бегущую Гезию за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром, господин мой. Я извиняюсь. С миром. Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежды. И сказал Нейман, возьми, пожалуйста, два таланта. И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежды. Я дал двум слугам своим. И понесли пред ним. Вот досюда я прочитаю слуга Елисея Гези. Когда увидел, что пришел Нейман, очень богатый человек, он был, и власть в руках была, пришел к Елисею, чтобы исцелиться от проказа. И он заметил, что и вошний господин, потому что Гези был раб, ничего не взял у того человека. Как здесь, так он подумал, вот такое великое дело сделал, но если так подумать, дело-то великое, правильно? Если так подумать, в деньгах стоит очень дорого. Если в больницу за малое дорого стоит, ну, за ту болезнь вообще очень дорого. А он смотрит, Елисей ничего не взял. И подумал побежать за ним, ну, хоть что-то взять. Но я хочу, чтобы в этой истории мы заметили, что пропустил Гези. Есть одну вещь, которую он пропустил. Он пропустил то, что ни Елисей не захотел взять у Неймана, что у него было, что он предлагал, а сам Бог. Бог не захотел у этого человека ничего взять. Поэтому Елисей ничего и не взял. И Гези забыл, что он, это просто там, не просто Елисей, он забыл, что за этим стоит Бог. как не боится человек или другого. Можно власть, какую, любую власть бояться. Но если у человека в голове складывается то, что я сделаю и меня не увидят, человек без проблем может сделать. Правильно? Потому что он решил, он в голове у себя, что если, он так и подумал, Гези, если Елисей не узнает, я спрятаю, спрятаю все. Он не узнает, ну что мне будет? Я всего лишь чуть-чуть возьму. Но он забыл, что там стоял Бог. И по этой причине, что он забыл, что там стоит Бог, он не побоялся это сделать. И там получилось, страха не было, что Бог может за это наказать. Зато Гези и сделал. Но когда вернулся, то там оказалось не Елисей. Потому что видел его не Елисей. И прятаться ему надо было не от Елисея. Правильно? Потому что Елисей пришел и сказал, время сейчас подарки брать. Я думаю, вспомнил Гези, подожди. Не от того я прятался. У нас бывают уже такие моменты, что мы делаем, но не от тех мы прятаемся. Мы думаем, в мыслях, но мы прятаемся, но не от тех. нужно прятаться от дьявола, чтобы он тебя не словил. Убегать к Богу, а не попробовать прятаться от людей, потому что Бог все равно тебя увидит. Знаете, в нашей жизни такие вещи бывают, что вот мы думаем, что вот если люди нас не увидели, то мы все равно, вот если люди не знают, мы остаемся в должности, мы остаемся в правильном состоянии, а как-то у Бога как-то прогладится, если мы забываем, думаем, что уже все прошло, я не знаю, как вы, если у меня что-то мучает, какой-то совесть, что-то терет, ну, первые дни, но через две недели уже не так сильно. Через время проходит, уже можешь и забыть, и думаешь, что Бог тоже забыл, но если не покаешься, Бог-то не забудет, там же все написано. Был такой момент, когда взрослым, я думаю, это из многих таких случаев, было это еще при Советском Союзе, брали, христиан словили, и там в то время тюрьму давали, там из Черновицких областей, там давали по 25 лет тюрьмы, если ты не подписываешь, что вот Бога нет, нужно подписать, иди домой. не подписал, значит, 25 лет тюрьмы. И были люди, которые, ну, не хотели подписывать, всего лишь, ну, всего лишь подпись, там много уже не надо, но были люди, которые сказали, подпись-то, подпись, то сердце все равно Богу остается. Ну, что, ладно, подумаешь, подписал, я же не предался, ничего, а дальше буду, пойду, молюсь, пойду все равно на собрание. Были люди, которые не захотели, пошли в тюрьму, а были люди, которые подписали, ну, и обратно на собрание. Эти люди, которые в тюрьму пошли, они не досидели 25 лет, потому что Бог все равно, Он своих всегда защищает. Недолгое время прошло, они вернулись, а те, которые подписали, все так и Бога оставили. Все ушли от Бога и стали неверующими. Всего лишь чуть-чуть время надо было. Когда человек думает, что перед людьми ничего, главное сердце тоже. Знаете, если человек не устоит плотью, он сердце никогда не устоит. И Богу ему тоже не отдаст. Поэтому мы должны всегда помнить и всегда быть в страхе. Я не сказал, чтобы вот именно бояться Бога. Бояться вещей можно, но не такой страх. Божий страх, он чуть-чуть по-другому. Это бояться Творца, который Он имеет на Товой власть. Ты Ему полностью доверяешь. Ты не хочешь, чтобы Он как-то не так на тебя посмотрел. Правильно? Потому что доверие должно быть такое. Вот эта боязнь должна быть у нас. И не сделать, как Геезия. Знаете, когда первый раз, когда обманул дьявол человека. Вот давайте мы вспомним. Что нашел дьявол в змеи, а что не мог найти в другом звере. Там же зверей сколько хочешь. Было полно. Но Он в змеи нашел. А что Он нашел в змеи, ну, чтобы использовать его. Я до этого не замечал. Он в змеи нашел хитрость. Хитрее змея больше никого не было. Самый хитрый был. Из всех зверей написано. Вот дьявол его и нашел. Эта же хитрость, она всегда, хитрость растет в человеке, чтобы не боялся Бога. То есть, если он начинает хитрить, то страх уходит. Потому что думает ничего. Думает, как Геезия. Правильно? Меня не заметили, не узнают. Все. И первое, что находит, это хитрость. Использовал змея. Я хочу прочитать еще место Евангелия Тиана. А не, извиняюсь, это Диане. У множества же, у верующих было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим. Но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними ни одного нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду. Первая церковь, когда открылась на земле, когда только начали все собраться, все приходят, и первая любовь, или как говорится, я не знаю, сказать о первой любви, ну, первый начаток, это оно же сильное, крепкое в вере. Дух Святой работал сильно, первая любовь, все у них было. И мы все знаем дальше эту историю, мы знаем про человека, она не с женой своей. Это часто читается. И вот смотрите, опять, кого находит дьявол, чтобы прийти в первую церковь? Он находит хитрых людей. он находит Ананию, Сафиру, которой они хотят почести наравне у всех. Они хотят, чтобы все думали, вот мы продаем так же, как все. Я не думаю, им прямо жалко было денег. Если бы жалко было, они не продали с первого, потому что продавать сначала все и какую-то часть себе оставить все равно. Но там проявлялась хитрость. этот дьявол опять нашел таких же, как этого змея, которые не могли хитрить. Потому что дьявол знал, если хитрость приходит в церковь, и люди видят, что, а, подожди, этот чуть-чуть сделал, этот что-то сделал, и Бог ничего. И люди начинают страх терять. Оказывается, ну, Бог ничего не делает, Бог милует, ну, ладно. И начинают люди больше делать. И теряется страх Божий. И дьявол это знает. И первый раз, что он хочет делать, он делает, находит хитрых людей. Но Бог, когда заступается, я всегда думал об этом месте, я думал, ну, как же, как же так, сколько я поступаю, если вот по моим делам, когда иногда поступаешь, я не знаю, я думаю, вы знаете, о чем я говорю. я думаю, я тоже бываю, как она, они иногда, если бы по делам этим, так Бог бы поступил, мы все бы, ну, может, не все, я первый там у двери бы падал, да? потому что как раз проявил одну такую неправду, так что, это хитрость или какой-то грех, Бог бы сразу поразил. Тогда, конечно, страх был полный, потому что уже все боялись на собрании притечить, что по сто дней сначала очистились, потом на собрании. Но Бог так не делал. Но я почему-то думал, почему с Анной не так сделал. Ну, так строго прямо с Анной. Потому что Анная была первая хитрость, которая пришла в церковь и дьявол использовал, и Бог это видел, и Он видел опасность всего. И Он, чтобы показать, вот, я здесь хозяин, и эта церковь моя, и я искупил, я за нее умер, Он сразу привел приговор. И что потом встала в церковь? Все в страхе пришли. Оказывается, тут шутить нельзя, и химичить тоже нельзя. Люди поняли, что приходишь-то перед Богом, это церковь Его, это не приходит что-то там, какие-то дела твои делать. Или власть какую-то, или почесть какую-то выше других. здесь, оказывается, они так приходят. И люди пришли в страх. И вот с этим страхом, если бы мы приходили на собрание, мы больше бы получали. Но я уверен, многие люди, у нас, если бы не было страха Божия, мы сюда бы не пришли. Потому что, ну, Бога вообще нет. Есть в Нью-Йорке открылась одна церковь. И называется церковь без Бога. Потому что церковь общения, все говорит, интересно, чтобы люди общались, пели, там разные песни, но им просто не нужен закон, не нужен, чтобы им что-то им диктовала Библия. Вот они открыли церковь, чтобы Бога уже не надо. Сначала есть церковь, сначала была нормальная церковь, а потом настолько потеряли страх Божий, что его уже выкинули с церковью. Уже это наше. Это так доводит дьявол людей, чтобы они потеряли страх. Ну, а когда уже Бога не боишься, то все. И бывает, что мы иногда боимся, иногда нет, но мы должны всегда бояться. Потому что никто не знает, когда будет конец. Никто не знает, когда придет сегодня, завтра, послезавтра. Я хоть молодой, но я так заметил, по ситуациям жизни, вокруг себя людей, друзей, не знаешь, когда придет. Молодой ты, старый, разницы нет. Завтра тебе приговор, у тебя тогда и страх придет. Но может быть поздно. поможет нам Господь, чтобы мы это всегда помнили. Еще одно место я хочу напомнить. Это первое царство. Я прочитаю вторая голова 22 или же был весьма стар и слышал все, как поступает сновя его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающиеся у входа в скиню собрания. И сказал им, для чего вы делаете такие дела, ибо я слышу худые речи у вас от всего народа Господнего. Эти люди, они, как и сегодня многие есть, как многие люди есть сегодня, они полностью потеряли страх Божий. Я над этим сыновями, вот этот был священник и пророк, но я удивляюсь над егошними детьми, потому что они видят, они постоянно в храме священниства и так сильно потерять страх. Я понимаю, когда за церковью делают, я понимаю, люди, которые любят грехи или что-то любят, они уходят и спрятаются, ну ладно, еще, ну как по-человечески, да, но тут они, эти люди, они настолько потеряли страх, что они делали такие дела при скине. Они приносили в храм Божий и самое главное, ну, я думал, вот есть обряды в церкви, есть разные вещи, они приносили жертву мясо, да, можно было им брать, можно было сколько хочешь, просто нужно было чуть-чуть ждать, пока они жертву приносут, тук, пока сожгут, сожжение будет, а потом возьми сколько хочешь, но нет, говорит, сейчас давай, если нет силы, от него, это что говорит, страха совсем нет, они даже не думают, что там может быть Бог, если сейчас в это время так подумать, мясо, мясо, какая раньше час, раньше час позже, он же все равно как бы, как бы тоже как сеченник они были, ну, какая разница, а у Бога была большая разница, потому что они не боялись его, потеряли страх, делали вещи, которые стыдно говорить, и самое главное в храме, что я хочу говорить, что если мы допускаем, если вот ты сидишь и думаешь, ну, я там что-то делаю, ну, что еще такого, кто меня, кто меня накажет, не забывай, что ты сегодня на собрании сидишь, и не забывай, что ты дитя Божье, а Бог своих детей всегда, всегда наказывает, чтобы они пробудились, а если ты дитя Божье, он тебя не оставит без наказания, если даже ты не хочешь, потому что ты имя его порочишь, как эти священники, они там были, но они порочили имя Бога, поэтому у нас, ну, если маленький, если что-то, если вето там что-то там прогневался или что-то, мы должны бояться Бога и избавиться от наших пороков, потому что один приходит, потом второй приходит, третий приходит, а потом, когда страх совсем уходит, то тебе все равно на все, я говорю это первым мне, чтобы больше страха было, потому что иногда беспечие приходит и думаешь, ну, беспечный такой, что, ну, все, ничего не хочется, и начинаешь некоторые места Библии читать, и волосы дымом становятся, потому что думаешь, если попадать в руки Божьи для наказания, это нелегко, это очень тяжело, Христос говорит, бойтесь кого? Не тех, которые убивают плоть, бойтесь того, который может и дух, и душу убить, а кто может это делать? Кроме Бога никто, никто душу не может убить, никто не может убить полностью человека, кроме Бога. Дьявол может всего лишь тебя испоганить, чтобы ты пришел перед Богом, чтобы Он тебя на пол уничтожил, а Он тебя убить не может, поэтому Бог Христос говорил, не надо бояться людей, которые тело ваше, бойтесь того, кто душу может погубить в гиене. И дьявол это может нас привести туда. Дьявол может так обхитрить, как первого змея, чтобы туда перенести, а там наказание мы получим от Бога. И Бог нас будет наказывать. Знаете, я вспомнил такой случай, готовясь на эту проповедь, я вспомнил случай, что мы не замечаем. Я вспомнил свою жизнь, когда был маленький, 8 лет, где-то 9. Я ходил до моих друзей, они были дальше, и нужно было через лес проходить. Ну, я думал, давай я возьму прямой, покороче путь, и прямо по лесу пойду. И ходя по лесу, я встретился с огромной собакой, и она была бешена. Ну, мне где-то 9 лет, если бы собака закинулась, там не больше 5 минут, и уже все, меня бы не стало. Там людей было, чтобы кто-то побежал, я не знаю, может до 10-15 минут, это если услышат сразу. Ну, было дальше. Считай, я остался, только я, и это собака. И она была бешеная, потому что пена, все текло, она рычала на меня, как это. Я встретился с ней очень близко, вот там, просто замерз. Хоть я был маленький, у меня в голове уже все проходило, там, если схватит, за что не схватит, у меня не останется. А если за голову, без головы останусь. Там я совсем недавно еще был маленький пацан, он игрался, и пошел к одной собаке, и та его сразу схватила, ну, и там приблизительно несколько секунд, и там другие были, схватили, и его уже порвало, и тут, и все, в больнице, он долго сидел в радио мации, несколько секунд, и собака меньше было, но это было огромное. Я думал, все, я хоть был тогда маленький, но я заметил, что тогда за мной стоял Бог, потому что эта собака, как сильно, она не хотела на меня дернуться, она что-то стояла, она все зафуфырена была, все такая, чтобы закинуться, а если бешеная, ну, я думаю, вы знаете, если собака бешеная, в основном их так не сдержишь, они не думают, как обычные собаки, и она все хотела дернуться, чтобы закинуться, но что-то держало, я хоть был маленький, я ей тогда помнил и понял, что ту собаку кто-то держал, и сегодня готовясь на это, я вспомнил место, когда, знаете, место, когда сиряне окружили Израиль полностью, проснулся пророк Елисей, а егошний раб говорит, ого, когда проснулся, там все кругом, все нам, а Елисей говорит, Боже, открой ему глаза, и когда открыл, что он увидел, все было покрыто ангелами, колесницами, войнами Божьим, но не зря Елисей говорит, кто с нами, сильнее всех, поэтому кто с нами, сильнее всех, аминь, поэтому мы перед этим сильным, мы должны ходить в страхе, но мы должны не забывать, что если мы ходим в страхе, этот Бог, если он заступает за своих, там не просто, там где-то один ангел, все войско Божие заступается за своих детей, поэтому мы должны, мы должны ходить в страхе, и как я с детства я до сих пор, я думаю вы тоже помните такие вещи как с вами когда случались и это случайно всегда в моей жизни осталось, я всегда знаю, что там заступился Бог, ну тем более сегодня я думаю уже вообще войско было как у Елисея, да, эта собака вообще никакой силы не имела, если Бог стоит за нами, но дьявол что хочет он хочет внедрить нас хитрость чтобы мы стали хитрыми чтобы мы не боялись Бога и тогда войско Божие уходит от нас мы остаемся слабыми совсем и когда нас атакует дьявол там ему долго и не надо и много тоже не надо потому что Бог если отходит то уже все поэтому друзья мы должны всегда помнить и не попускать дьявола своими хитростями чтобы мы страх не потеряли я еще одно место прочитаю это откровение 19 голова с 4 стиха тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонялись Богу сидящему на престоле говоря амин аллилуйя и голос от престола ишел говорящий хвалите Бога нашего все рабы его и боящийся его малые и великие и слышал я как бы голос многочисленных народа как бы шум вод многих как бы голос громов сильных говорящий аллилуйя ибо воцарился Господь Бог Вседержитель воздаруемся возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ибо наступил брак ангца и жена его приготовила себя и дано было ей облечься в сион висон чистый и светлый висон же есть праведность святых когда вот в конце когда вот это я хочу чтобы мы заметили эти люди были в страхе который и в конце написано это церковь народ был одетый что висон праведных святых праведность святых вот если есть страх Божий человек одетый в праведность и святость аминь поэтому будем всегда быть в страхе чтобы не огорчать нашего Бога чтобы он с яростью к нам не приходил и чтобы он нас не наказывал и чтобы вообще нас не закинул с его книги написаны поэтому будем всегда в страхе ходить перед Богом Аминь наставник не столько зла и вер не уходи мне нужен твой совет противник много раскаленных стрел пускал уже сразить меня хотел я без тебя не продержу семья начальник веры не оставь меня я оживаю со славы редко раз но ты меня оберегал не раз наставник в мире столько зла и бед не уходи мне нужен твой совет не любящий других и мал имей смысл жизни в том чтобы любовь иметь но нет без Бога вечного огня о Бог любви не не покидай меня я ошибаться с малых лет до раз но ты меня оберегал не раз на и на дно и дно уходи мне нужен твой совет хочу я встретить вечную весну с тобой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И каждого он имя произнес На жизнь святую их благословляя Им надлежало первыми услышать Божественное слово, весь благую О том, что Бог спасает от греха Что любит он, прощает, жизнь дарует Иисус им тайны неба открывал Бессмертным душам хлеб давал небесный Какая мощь была в его словах В сердцах земных вдвух становилось тесно Такого им не говорил никто Апостолы учителю внимали В сердца их проникал живой поток Но много, но многого они не понимали К двенадцати апостолов потом Прибавились ученики другие И семьдесят ходили со Христом И тоже слушали слова благие Могли из родника живого пить Но и тайны дивных божьих откровений Не все ученики могли вместить А слов Христа пришли в недоумение Как странно наш учитель говорит Его порой слушать невозможно Сказавши так, спешили отойти И грустным взглядом провожал Сын Божий Двенадцать лишь осталось вместе с Ним А может быть и вы уйти хотите? Спросил Христос и посмотрел на них Ответил Петр за всех Кому, учитель? Глаголы вечной жизни у тебя И только ты спасение смог дать нам Ты, наша жизнь, и счастье, и судьба Нам некуда идти от благодати Так и теперь к Спасителю Приходит огромное число учеников Но очень скоро многие уходят Не понимая Иисусовых слов Им трудно слышать о небесном вечном Они привыкли говорить шутя Как странные эти Но мысли эти речи Борсают на прощание уходя Я слышала, какие шаги стихали Но Иисус не возвращал назад Как прежде уходящих провожали Печальные учителя глаза И ближе к Иисусу подходила Я ближе к Иисусу подходила И ты уйдешь? Звучал вопрос ко мне Но я ответить Господу спешила Как Петр когда-то Откратким словом Нет Нет, мой Господь Спасение ты смог дать мне Глаголы вечной жизни у тебя Мне некуда идти от благодати Ты жизнь моя И ты моя судьба Слава Богу Дорогие братья и сестры Благословен наш Господь Благословено имя Его Слава Иисусу Слава тому, который не пожалел Своей жизни ради тебя И ради меня Ради того, чтобы нам жить вечно Чтобы нам иметь эту надежду Надежду на будущность Будущность жизни вечной Как уже до меня брат говорил Есть вещи, которые могут нас туда привести А есть вещи, которые мешают нам туда прийти О чем было очень важно сказано Иметь всегда в сердце, в душе страх Божий Я продолжаю тему Она очень длинная у нас О том, о Духе Святом И мы отклонились немножко в то направление Какую миссию он совершает Мы просто говорили поверхностно И мы читаем в 16 главе Иоанна написано Дух Святой Придя на землю, обличит мир О что? О грехе, о правде и о суде И вот мы касаемся Обсеределенных грехов И касаемся церкви Потому что дары Духа Святого Чтобы к ним подойти Они даны не лично Для управления в свою пользу Они даны для кого? Для чего? Для церкви И это говорит нам все Священное Писание И в прошлый раз мы слышали О страшном Я бы его назвал Грехе и пороке Который мешает Счастливо жить людям На этой земле И двигаться в Боге Это недовольство Это страшный порок Который сегодня косит Не просто убивает А косит семьи На этой почве люди разводятся На этой почве люди не понимают И самое страшное Что братья и сестры Недовольство Когда я попадаю В этот порок Я его не вижу Мне кажется я прав Мне кажется я делаю Все правильно Вот они не понимают Кому я это говорю То ли мужу То ли жене То ли каким-то братьям Или сестрам Мы прошлую субботу Слышали очень хорошо Нам было сказано О правде Что такое правда И поэтому я хочу продолжить Мое направление Для того чтобы говорить Конкретно о церкви А мы медленно к этому двигаемся Мы должны говорить о семье Церковь не состоит Сама по себе Это не здание Церковь и общество Это не здание Церковь это мы Это я и ты И мы все составляем Одно тело Во Христе Иисусе Порознь члены Как говорит нам Священное Писание Помните А как-то вы наверное Уже забыли Но я хочу напомнить Расскажу притчу снова Про четыре быка и льва Были очень дружные Четыре быка Паслись на поляне И всегда на них охотился лев Он не знал Как к ним подкрасться Но они были настолько близки Друг к другу И лев прекрасно понимал Что если он на них нападет Быки его просто забодают И убьют Или сделают калекой И он никогда не порывался На них накидываться Он всегда со стороны наблюдал Как же мне владеть ими Такая ходит Плотная Красивая масса Которым можно было бы насладиться И вот однажды ему мысль пришла О чем Аркадий говорил У сатаны есть качество От которого он не спал Хитрые и лукавые И он решил Потихоньку подкрадываться Каждому Когда один от другого отставал И шептать ему на ухо И говорить Ты знаешь А те, которые впереди идут Они тебя не любят Они тебя осуждают Ты негодный Они Они просто играют в театр Они просто делают так Чтоб ты это не замечал И вот так он делал каждому буку Каждому отстающему В определенное время Он шептал на ухо Что на него те трое И это услышали все И каждый это в себе держал И в конце концов Эта мина замедленного действия взорвалась И каждый вынашивал эту мысль Он еще говорит об очень большой мудрости Когда мы будем сами И будем думать Я все Сам смогу И мне никто не нужен И без вас я спасусь Так сегодня думают мужья Говоря женам Так думают жены Говоря мужьям Так думают братья и сестры в церквях А зачем мне туда ходить Я онлайн могу посмотреть А зачем вообще существует церковь Да она мне не нужна Я и без нее обойдусь Да, говорить можно все Но надо помнить О чем брат до меня Аркадий Много говорил Враг душ человеческий Очень хитер И он знает Когда мы вместе Мы что? Мы сильны Когда мы поодиночке Врагу очень легко Нас одолеть Итак я продолжаю Об этом пороке Недовольство Немножко с другой стороны Давайте мы посмотрим И мы услышали в прошлый раз Что недовольство Рождает ропот И этот ропот Приводит к большим проблемам К грязности сердца Неправильным помышлениям К заблуждениям И самое страшное Неверие в Бога Отчего я напоминал В прошлый раз Пал весь Израиль И не вошел в обитованную землю Первое место мы прочитаем 1 Тимофея 6 глава 6 стих Пожалуйста Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Ибо мы ничего Не принесли в этот мир Явно и ничего Не можем И вынести из него Интересный парадокс Вот все читаем Это место Ничего никто Не приносит Собой Когда рождается И когда умирает Ничего не может взять Правда? Все прекрасно Мы это понимаем А ссоримся И недовольствуемся За то, что мы имеем Зачем? Ну вот зачем Реально вот мудро Так подумать Ну это для рассуждения Итак Приобретение великое Быть благочестивым И довольным У меня вопрос Как вы думаете Можно быть Неблагочестивым И довольным? Можно Вы уставшие Приходите Мужья с работы И вот такие Уже нет сил Вы открываете дверь И с кухни пахнет Вас жена накормила И вы сидите Такой довольны Правда? Вот братья все кивают Они знают Как жена Может угодить мужу Вы приобрели машину Вы долго о ней думали Вы ее долго делали Вы делывали Или у дилера взяли И вы довольны Вам прекрасно на ней ехать На ваш счет пришел На ваш аккаунт Пришел счет с работы А вам надо срочно платить И нужны деньги И когда вы увидели Вы обрадовались Это приносит довольство И удовлетворение И когда вы еще их сняли Вы еще больше получили Удовольствие То есть можно быть Неблагочестивым И быть довольным И всегда нам Людям порой Не хочется слушать об этом Вы знаете Люди расстраиваются Люди недовольны Даже когда ты об этом говоришь Вот вы замечали В моей жизни так было И я думаю Ваше было Когда происходит Трудность в семье И когда ты не доволен На жену или жена На тебя И ты ей говоришь Да ты вот недовольна На меня Почему ты так Она это не слышит Она говорит Нет ты недоволен На меня И происходит у нас что Перепалка Правда Вот когда этот порог Мы открыли ему сердце Мы не слышим Не видим себя Вот в чем страшно Значит Можно быть довольным Но не благочестивым Другой вопрос А можно быть благочестивым И недовольным Можно Но прежде чем Об этом нам сказать Давайте мы еще Прочитаем место И узнаем значение Этого слова Что такое благочестие Греческий перевод Не мог его перевести Подсрочный Когда читаешь Они просто написали Благочестие Или благочестивое И поэтому Неприятно Я понимаю Некоторым И мне Иногда было Я когда был В состоянии Недовольства На определенные вещи Мне вообще не было приятно Сидеть и слушать На эту тему Но я очень прошу Если мы Я это для себя Однажды мне В этом помог Один человек И сказал Если ты так дальше Будешь жить Ты просто погибнешь Я сегодня благодарен Богу Что Бог Мы нужны друг другу Через других людей Нам на некоторые вещи Открывает А когда я жил В недовольстве На определенные вещи И людей Я ничего не видел Мне казалось Я прав Да я докажу Определенную свою правду Правдолюбец такой Знаете был Но это ничего не делает Оно ничего не дает Оно отгубило Только меня Вот так и в семье Вот так и в семье Почему я больше сегодня Говорю о семьях Потому что Враг душ человеческий Хочет ломать И разъединять семьи А мы должны Их скреплять И стараться И прилагать К этому усилию Второе место Якова 1.26 Если кто-то Считает себя Внимательно каждое слово Обращаем внимание Николай Иван Петро Считает себя Благочестивым Но не обуздывает Свой язык То он лишь Обманывает себя И все его благочестие Ничего не стоит Истина же Благочестие Угодно Богу Ничем не запятнанное И чисто перед Богом И Отцом Выражается В заботе о сиротах И вдовах Нуждающихся В помощи И в сохранении себя Неоскверненными От мира Это перевод Кулакова Все знают Синодальный перевод Братья и сестры Сегодня На этой почве Христианства Даже веры в Бога В семьях Между мужем И женой Происходит конфликт Муж считает Он благочестивый Он правильный Вот жена И у него неправильная Она не так ведет себя Он не так хотел И он недоволен Всегда чем-то ей Но себя Считает благочестивым То есть правильным И вот в этом случае Написано Вы заметили в жизни Вот честным будьте к себе Когда у вас Появилось Недовольство внутри Уста не могут молчать То ли в работе То ли дома То ли в церкви Где бы это ни было Ваши уста Тут же выкидывают что-то Или вы уходите в сторону Этот порог Вас на месте не оставляет Человек начинает Нервничать Двигаться Или что-то говорить Так или нет Или только у меня так было Так Давайте будем честным И вот тут язык Надо обуздать А зачем Яков Об этом говорит И он говорит Если ты себя считаешь Благочестивым Ты должен очень строго Наблюдать за языком Он может наделать беды И вот тут Когда люди Не обуздывают Они начинают Злословить Человека На кого они недовольны Можно недовольствовать Присутствии человека Мы в прошлый раз говорили А чаще всего Это происходит Когда не слышит Наш человек И мы кому-то Это рассказываем И выкидываем Своё недовольство Не обуздывая Свой язык И вот здесь Яков говорит Это пустое благочестие Оно ничего не стоит Истинное благочестие Это угодно Богу Не запятнанно То есть хранить себя Не оскверненными от мира И делать добро Итак Что же такое благочестие Почему я задал вопрос Можно ли Человеку Быть благочестивым И иногда Недовольство Внутри иметь Не проявлять Да можно И вот мы давайте Прочитаем значение Благочестия Следующее пожалуйста Благочестие Это истинное Почитание Бога Внимательно Я подчеркнул В исполнении Всех Его заповедей У меня сразу вопрос Как вы думаете Благочестие Относится к заповеди Чтобы нам быть Благочестивым Это как повеление Заповеди Или это просто Так написано Как повеление Заповеди Значит первое место Которое мы с вами читали Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Это заповеди Нового завета Они и в старом Об этом говорят Просто их люди Не хотят видеть В исполнении Его заповедей Это нравственная Жизнь Обнаруживающая Себя В христианском Самообладании И терпении Равно Как и в практических Плодах Братолюбия И внимания В нуждах Ближних Почему иногда Может недовольство Быть в моей Твоей жизни Когда мы проявляем Благочестие Значит из этого Можно сделать вывод Благочестие Это тогда Когда человек Поступает правильно Чисто Но он не всегда Доброе дело И дело Но он не всегда Доволен Что он это сделал Бывало у вас такое? Бывало Вот тебя попросили Вещи Ты в писанием Понимаешь Ты отказать не можешь Ты должен дать Но ты ее даешь Ты сделал благое Благое в чести Но ты У тебя как-то Довольство такого Хэппи нету А вдруг еще Поломали тебе Ты сделал Благое дело Но А тебе сделали вред Это может Поэтому Павел Не ошибся Написав Тимофею Великое То есть К этому надо стремиться Это надо приобретать Над этим надо работать Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Поэтому Братья и сестры Поступать правильно И не в свою пользу Это не всегда И быть довольным Это есть великое приобретение Оно сложно Очень сложно Если вы вникнете Очень глубоко В это Вы поймете И вот Недовольство Оно может Оно рождает Как я говорил раньше Оно рождается с нами С малых лет И вот Почему оно Я вот думал много Не нашел ответа Для себя Почему оно Рождается с нами Может быть для того Я так уже себе Как бы говорил Может быть для того Чтобы Бог Поменял нас И преобразил И научил Вот этому Великому приобретению Может быть Я не знаю Вот я наблюдал Такую картину Среди молодежи Мне часто приходится Общаться с ними Я вот видел Молодая девушка Красивая Кудрявые волосы И вот она покупает Такую плойку И выравнивает И выравнивает Зачем ты это делаешь Вот мне не нравятся Кудрявые Смотришь на другую девушку У нее ровные волосы Покупает другую плойку Куда-то воротит Крутит Ей не нравится ровно Она хочет быть Кудрявой Смотришь Среди братьев У кого-то Густой-густой волос Он недоволен Да я уже устал Подстригаться Смотришь У кого ничего нет Он говорит Вот бы мне Хотя бы Чуть-чуть его волос И вот Можно эту Таблицу Продолжать долго У нас В любом направлении Может быть Недовольство Часто мне приходится Среди молодых Слышать Молодые девушки Говорят Ну почему Вот беседуешь Говоришь И видишь Что она кому-то нравится И пытаешься чем-то помочь Они там начинают Знаете Бывает такое В молодости Когда нет ни одного жениха Они бедные страдают А когда сразу пять подошло У них головокружение Во вселенной происходит Они не знают Кого выбрать И делают очередные глупости И вот Беседуя с одной Однажды сестрой Она уже давно замужем Она Она говорит Ну почему так Дядя Коль Так искренне Вы знаете Я себе мечтала Вот чтобы он был Высокий Красивый Не толстый А ко мне все Маленькие и толстые Подходят И вот она Этим недовольна Ей так и попался Маленькие и толстенькие И Обратите внимание Братья и сестры Что бы мы Куда ни коснулись Самых молодых лет И в нашем возрасте Старческом У кого-то В средних летах Может этот порог Нас преследовать И вот мы с ним боремся И мы должны бороться И поэтому Павел нам Писание советует Как заповедь Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Корень недовольства Знаете Я к чему Сделал для себя Какой Как бы Вывод Это Тогда Когда все идет Не по моему сценарию Когда мои Ожидания Не исполнились Как я себе Их Нарисовал Муж едет С работы Настроен Там Наверное Жена Пельмени делает Приезжает Она тоже С магазина Только опоздала И ничего не делана Что он Начинает делать Начинает ходить Топать Шаг увеличивает Пяткой придавливает Чтоб она Услышала Недовольство Выражает Почему Сделать не по другому Она извиняется Вот я только С магазина Туда-сюда Не успела Почему Зачем Недовольство Вот тут надо Включать мозги Просто Сесть и сказать Окей Нету жены Да я сам сейчас Яичницу с картошкой Поджарил Главное не пережарить Да и поедим вместе Можно сделать Можно И вот Недовольство Приводит К страшной проблеме К неверию в Бога Непочитанию Бога И лишает Вот страха Божьего О чем нам брат До меня говорил Давайте мы Прочитаем место Матфея 22 глава 36 стих С первого раза Как бы читая Все это знают Наизусть Вы скажете Причем здесь Недовольство А давайте Вникнем в эти Слова Которые сказал Христос Учитель Учитель Какая наибольшая Заповедь В законе Иисус сказал ему Возлюби Господа Бога Твоего Всем сердцем Твоей Всей душою Твоею Всем разумением Твоим И сияясь Первая И наибольшая Заповедь Вторая же Подобна ей Возлюби Ближнего Твоего Как самого себя На этих Или сих Двух заповедях Утверждается Весь закон И Пророки Братья и сестры Первая Заповедь Голосит Если мы Верующие Уверовав Господа Мы должны Признать Его Как Господина Как Владыкой Над собой На иврите Это слово Звучит Адон В переводе Господин В значении Властелин Если я Не признаю Бога Как Господина Над собой Как Господствующего Надо мной Я никогда Не смогу Его Выполнять Волю Вот И недовольство Приходит Как я уже Сказал И когда Идет Все Не по Моему Сценарию Я хочу Что все Мою Волю Выполняли Но не Волю Того Часто Мы на Бога Обижены Люди Потому что Человек Себе Вот так Вот Нарисовал Придумал А у Него Получилось Все Наоборот Но Заповедь Говорит Возлюбить Господа Это Признать Всем Сердцем Всей Душою Господство Его Надо мной Я его Раб Он Мой Господин А раб Чью Волю Выполнять Должен Свою Нет Господина И когда Я это Поймем Мы с вами Поставим Себе Такую Как бы Цель Направление Решение Что Господь Все что не Случится В жизни Моей Я готов Выполнять Твою Волю Значит Если Что-то Ты нарисовал В своей жизни Оно Не Произошло А Произошло Совершенно По-другому Не проявляй Недовольство Прими это Это допущено Богом Но когда Ты допустил Недовольство Ты много Родил Грехов Очередных В свое сердце И в свою Жизнь Этот порог Я уже говорил Еще раз хочу сказать Его Очень легко Определить Он сразу Выражается На фейсе Его сразу Видно на лице Когда мы Недовольны На кого-то Или на что-то Даже на себя Это видно Очень сильно На лице Вторая Проблема Человек Убегает От проблемы Это слабые люди Которые не хотят Бороться с собой И правильное Понимание Этой заповеди Довольства Есть правильное Понимание Учения Христа Неправильное Понимание Этой заповеди Это Никогда мы не поймем Правильное Понимание Учения Христа И мы сейчас Поймем Почему Потому что Христос От самого начала Люди думают Вот только Новый Завет Вот здесь все Бог написал А то нам Это не надо Но заповедь Люби ближнего Это вторая часть Ближнего твоего Как самого себя Она-то была И первая Которая мы прочитали Написана И в законе В Торе Поэтому Братья и сестры Когда я как муж Или ты как брат муж Говоришь своей жене Или кому-то Я исполняю заповедь Остальное Мне ничего не надо И в этим Проявляешь еще В другом Недовольство Даже на своего Близкого Человека Живущего С кем-то Или рядом Ты не соблюдаешь Заповедь Ты грешишь Ты нарушаешь их Как написано У Римлян На второй главе Говоришь Не прелюбодействуй Прелюбодействуешь Говоришь Не святотатствуй Святотатствуешь Когда наше Вот это и есть Благочестие Когда мы с вами прочитали Это истинное Почитание Бога И соблюдение Его заповедей Скажите Вот эти две заповеди Это Божьи заповеди? Да На них стоит Весь закон Это основание всего И всех пророков В Левит 19.18 Написано Не мсти И не имей злобы На сынов народа твоего Но люби ближнего Как самого Я Господь Бог ваш Вы знаете У меня слабо получается Учить Я очень мечтаю Я уже говорил не раз Научиться читать На иврите Но по ивриту Звучит это так Это глава в законе Конкретный дословный перевод И возлюби ближнего своего Как себя Не как самого А как себя Вопрос А мы должны себя любить? Да Человек Вот другой вопрос Как вы думаете А сострадание к себе Должен иметь человек? Конечно И вот я заметил по жизни И наблюдаю до сих пор Когда человек недовольен У него все виноваты Когда ты только дал место в сердце Недовольству на кого-то На что-то На близких своих У тебя все виноваты Но не ты И это заблуждение И мы об этом будем сегодня читать И обратите внимание Закон говорит Что возлюби ближнего своего Как себя Как себя А как мы себя любим? Помните Ефесянова написано Греем Питаем Так мужья должны любить Кого? Братья Кого? Обращаю внимание Своих Не чужих жен А своих Жен Сегодня другой Может помочь Побежит Аж буксует А своей Я устал Лег на диван И лежит Она ходит И нервничает Недовольна И лежит И лежит И лежит И лежит Она недовольна И думает Скоро диван Прогнется От его лежания А кто-то Другой Позвонил Тут же Помог Подумайте Об этом Это тоже Ловушка Дьявола Добро Надо делать И вопрос Возлюбить Ближнего Как самого Себя А кто Мой Ближний Давайте начнем Где мы Родились Кто для нас Самый Ближний Для детей Кто самый Ближний Первый Родители Когда мы Женились Кто для Меня Ближний Мужа Жена Для Жены Муж Дальше Кто для Меня Ближний Вы Мои Братья И сестры Дорогие И вот Представляете Бог же По этим Заповедям Меня И тебя Будет Судить И он Спросит А как Ты Любил А почему Ты не стал Любить Потому что Тебе Налили На того Или На другого И ты Не разобравши Принял Эту Информацию Не поступил По закону Это нарушение Заповедей Это не Есть Благочестие Поэтому Великое Приобретение Быть Довольным И Благочестивым И вот Здесь Моим Самым Ближним Человеком Для меня Как Мужчины Есть Моя Жена И Дети И Церковь И так Далее И соседи Другие Могут И если Мы Проявляем В семье Недовольство Между Мужем И женой Недовольны Чем-то Да Он Пришел С работы Да Он Лежит Ходишь Ты Недовольствуешь Нервничаешь Психуешь Скажите Вот эти Нервы Недовольство Оно Решит Ситуацию Как Вы думаете Нет Оно Усугубит Вы скажете А что делать Если вот он Такой Так Бог Вам дал Столько Мудрости Мудрая Жена Садится На колени Мужу Царю Бьет его По щекам А он Хихикает Ничего сделать Не может Включи Вот это Успокойся И подойди И спокойно Скажи Дорогой Ты устал Да Отдохни Чуть Я тебе готова Помочь Нам надо Там Подмазать Нам надо Это еще Сделать Нам надо То Когда ты Спокойно Своей Женственностью Как Есфир Завладеешь Царем Артаксерсом Он Убить Готов Всех Аманов Для тебя Поверьте Она Не требовала Ты спаси Народ Иудейский Сделай Вот так Почитайте Внимательно Сестры Мы сейчас Братьям Подойдем Тоже Как Она Женственно Спокойно Мудро Нежно Ласково Только Ты Царь Как Ты Скажешь Как Ты Как Ты И он Все Он потерял Разум И он Сказал Я все Выполню Что ты Скажешь И спас Народ За что Слава Богу И вы Можете Спасти Семью Вы Можете Спасти Отношения Только Правильным Подходом Недовольством Никто Не Решил Проблему Ни в Семье Ни в Церкви Ни на Работе Ни в Обществе Я видел Таких Людей Меняют Работу А что Ты Поменял Да У нас Супервайзер Рукавы А у нас Начальник Туда Пошел Два Месяца Снова Ушел Три Месяца Снова Ушел Так Проблема В начальниках Нет В тебе Поэтому Братья И сестры Мы должны Подумать Хорошо Родители Недовольствуют На Детей Дети Недовольствуют И этот Порок Я говорил Прошлый Раз Он имеет Силу Распространяться И заражать Окружающих Нас Людей Вот этого Надо Очень Беречься И быть Осторожным Вы знаете Касаясь Многие Мужья Мечтали Беседуя С одним Человеком Он говорит Брат Николай Я мечтал О жене Которой Приду Она Месяц Готовит Уберет Все Будет И чики-чики Так Классно Я говорю А что Не так Да нет Прихожу Она Меня И пилит И пилит Надоело Уже Вы знаете Я ему Только Сказал Одну Притчу Выражение Маяковского Хоть он Был Комуняка И Тут Есть Таня Таня Вон Вспомнил Это Васина Супруга Мы учились С ней В одном Классе И вот На этом Маяковском И она Двойку И я Получил Там Такая Есть Слова Партия Она Нужна А мы Сказали Она Я партия Кому Она Нужна И нам По двойке Поставили Я это Так Запомнил И вот Этот Человек Какой бы он Не был Но он Сказал Мудрую Фразу Я ее Хочу Прочитать Он Сказал Я свою Жену Не ударю Никогда И не Брошу Знаете Почему Это Она При Мне Стала Плохая А я Ее Брал Очень Хорош Аминь Точно Точно Так Жены Должны Сказать Если Для Тебя Муж Стал Плохой Когда Вы Женились Он Для Тебя Был Самый Лучший Может Ты Его Сделала Плохой А может Ты Сделал Ее Плохой Мне понравилось Как-то Вечером Мы вышли После Очередного Собрания И тут Брат Сидит Он Старше Меня И я Мы Так Общались Шутили Я Ему Говорю А мне Понравился Его Ответ Он Обнял Вот Так Свою Жену И говорит Она У меня Самая Лучшая Я Еще Могу На бедокуре Там Сказать Но Она У меня Самая Лучшая Вы Знаете Все Уста Закрывается И Смотришь На эту Семью Действительно Прекрасно Живут Почему Потому Что Он Пытается Сделать Ее Счастливой А Она Пытается Сделать Его Счастливым И Вот Вопрос Давайте Прочитаем Еще Одно Выражение Касаясь Возлюбить Ближнего Я чуть-чуть Уже Задерживаюсь Извиняюсь Возлюби Ближнего Своего Означает Что Нужно Любить В постороннем Человеке Те же Недостатки Что Любишь Самом Себе Внимательно Еще раз Как бы Оно Немножко Недоразумение Делает Но Правильно Сказано Значит Что Нужно Любить Постав Постороннее Слово Свою Жену И мужа Братьев И сестер Любить Те Недостатки Которые Есть В тебе Часто Недовольные Люди Недовольствуют Недостатками Других А в них же Живут Они В 4 раза Больше Понаблюдайте По жизни И вы Со мной Согласитесь Обвиняют Вас Брехуном Сами Врут Обвиняют Вас В воровстве Сами Воруют Так Жизнь Устроена И Недовольны Вами Чем-то Через время То же самое Намного Больше Делают Но не Видят Вопрос Почему-то Я для себя Сделал Вывод Что Недовольство Живущее Во мне Я умоляю Сегодня Бога Господь Освободи Дай мне Мудрости И силы Никогда Его не Проявлять Ни к жене Ни к братьям Ни к сестрам Потому что Оно затмевает Глаза И ты Ничего Не видишь Ты только Идешь Заблуждение Я это Для себя Сделал Такой Вывод И нашел Места Писания Которые Это Подтверждают Давайте Еще Прочитаем Одно Выражение Это Сказали Мудрые Равины Идеал Раби Акива Хоть его Не все Признают Но у него Есть мудрые Выражения Совету Всем Услышать Раби Акива Люби Ближнего Своего Как Самого Себя Великое Общение Правила Торы Он это Поставил На пьедестал Идеала Соблюдения Закона Гилель Написал Следующее Это уже Практический Принцип Не делай Другому Того Что Ненавистно Тебе В этом Вся Тора Церковь Может Сказать Аминь Да Так Друзья Да Их Многие Не признают Этих Равинов Извиняюсь Но Мудрые Вещи Они Говорят И Правильно Говорят Братья И Сестр Мы Должны Что Правильно Применять В своей Жизни Идеально Это На этом Основана Вся Тора Если Я не Способен Любить Ближнего Свою Жену Мужа Как Полагается Я Способен Любить Бога Как Вы Думаете Никогда Это Обман Самообман Иоанн Первом Послании Об этом Четвертой Главе Очень Часто Четко Говорит Поэтому Братья Сестр Вывод Недовольные В семье В церкви На работе В жизни Это Несчастные Люди Вопрос Что такое Счастье Вот Мысленно Задайте себе И быстро Ответьте Я Пробовал Задавать Некоторым людям Они не смогли Быстро Ответить Сам себе Сразу Задал Тоже Не нашел Что Такое Счастье Часто Мы счастьем Называем Это то Когда Нету денег Они пришли И мы счастливые Правда Люди Видят Да Это Один Из Внешних Таких Критерий Которые Делает Как будто Человека Счастливым Человек Скитался По Рентам По Квартирам И тут Приобретает Дом Он Довольный Он Счастливый То есть Довольный Человек Это Счастливый Человек Да Это Внешняя Черта Человека Счастья Но мы Прекрасно Понимаем Есть еще Внутреннее Которое Важнее Внешнее Вы видели Людей Которые Имеют Дома Машины Все Имеют Жизни Но они Несчастливы Видели А я Видел Их Много Почему Потому что Там Его Нету Там Нет удовлетворения Внутреннего Покоя Который Дает Только Бог Соблюдение Его Воли Вот это Очень Важно Поэтому В семье Если хотите Чтобы Брак Был Ваш Счастливым Многие Девушки Мечтают Вот я Выйду Замуж Наконец-то Буду Счастливой Родители Хоть Не будут Меня Контролировать Так Многие Ребята Думают Это Заблуждение Брак Вас Счастливыми Не сделает Вы Скажете Как Вы Всегда Говорили Что В браке Счастье Да Но Сам Как Брак Он Не делает Счастливыми Людей Если Счастливой Правильно Если Я Не буду Счастливать Свою Жену Она Меня Наш Брак Не даст Вам Как Слово Брак Или Соединение Оно Не сделает Нас Счастливыми Когда Муж Будет Жить Не только Ожиданиями Вот Жена Мне Должна Жена Должна Или Муж Мне Должен Вот Живут Ожиданиями Поэтому Недовольство Когда Мы Свои Ожидания Нарисовали В голове Своей И оно Не Выполняется Оно Рождает Недовольство Но Когда Мы Живем Без Ожиданий А приходим Или Идем Домой Чтобы Как-то Сделать Свою Жену Счастливой Хоть Хоть Чуть В день И Она Это Будет Делать Вот Этот Брак Будет Счастливый Аминь Давайте Будем Стараться Даже Вы Прожили Много Лет Обычно Знаете Есть Переходные Возрасты Возраст такой Переходной А вот Еще Есть Страшный Переходной Возраст Это Средний Возраст И Часто На этом Среднем Возрасте Люди Расходятся Не Понимают Друг Друга Вот Вообще Не Понимают У них Все В разных Красках Они По-разному Разговаривают Им Так Кажется И Этому Тоже Надо Учиться И Смиряться И Не Недовольствовать На Ближнего А Счастливить Его Один Мудрый Человек Сказал Сравнил Счастье С властью Знаете Какой С властью Человека Над Собой Я Прочитаю Что Он Сказал Только Контролируя Себя Мы Можем Добиться Больших Результатов А Значит Быть Счастливыми Я Когда Прочитал Сказал Аминь 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 Когда Я буду Контролировать Себя А не Ожидать Чтоб Только Жена Для Меня Для Меня Эгоизм Все Для Меня Это Разрушение И Погибель Давайте Прочитаем Еще одно Выражение По этому Поводу Следующее Счастье Конфуция Очень Мудрый Человек Философ Счастье Это Когда Тебя Понимают Мы Радуемся Довольны Да Большое Счастье Когда Тебя Любят Мы Еще Больше Довольны Настоящее Счастье Это Когда Любишь Ты И вот Когда Мы Себе Это Напишем Сердце И скажем Я Буду Господь Дай Мне силы Любить Тех Которые Даже Меня Ненавидят Вот К тебе Начнет Приходить Счастье 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 Внутри Тебя Но Когда Ты Будешь Жить Да Лишь Бы Дожить Этот Век С ней Или С ним Вы Не Доживете Вы Обои Погибнете Надо Остановиться Таким Людям И Покаяться Пред Богом Вернуться Куда То Назад Потому Что У этих Людей Все Плохо Про Светера Я не раз Это Слышу Да Вы Все Самозванцы Да Вас Протолкнули Да Вы То Да Вы Все Вы Это И Прочее Смотришь На человека И думаешь Господи Какой Бедный Человек Жена Не Такая Муж Не Такой А Я В Соблюдении Заповедей Вот Интересно Что Это За Заповеди Которые Выражают Все Не Такие Все Плохие А Я Идеальный Это Не Божьи Заповеди Однозначно И Второе Случай Счастье Не Один Сказал Мудрый Человек Еще Одну Фразу Счастлив Не Тот У Кого Много А Тот Кому Хватает И Мудро Сказано Правда Счастлив Не Тот У Которого Много А Счастлив Тот Кому Хватает Давайте Будем Поэтому Великое Приобретение Быть Благочестивым И Довольным Еще Одно Выражение Следующее Самая Большая Радость Соединившись Богом Служит Ближним Служить Ближним Самая Большая Скорбь Служить Самому Себе И Погибнуть Вместе Со Своим Эгоизмом Сказал Православный Служитель Тоже Правильно По Писанию И Вы знаете Братья И Сестры Многому Учат Нас Вот Эти Важные И Основанные На Писании И Если Я Буду Ж Ожидать Чтоб Только Мне Кто-то Служил А сам Не Служу Своей Жене И Не Пытаюсь Ее В чем-то Осчастливить Да Может Не Надо Там Цветов Кучу Не Надо Дорогие Духи Найди Другое Нет У тебя Денег На Это Найди По Другому Но Не Ожидай Что Она Тебе Все Должна А Жена Не Должна Да Вот Он И Он И Он Да Он Попался Тебе Может Быть Такой Но Ты Поменяй Тактику Я Еще раз Хочу Сказать Нерешение Проблемы Недовольством Еще никто Не решил Проблем Никто Просил Бога Мудрости Как ее Решить Недовольный У тебя Муж Недовольна Жена Недовольные Братья Если Они Тебя Не Слышат Молись За Них Это Тоже Решение Проблем Но Начни Что-то Делать Если Ты Ничего Не делаешь А только Недовольствуешь Проблема Не решается И это Больше И больше Погружает В проблему Следующую Поэтому Братья и сестры Великое Благочестие Уметь Любить Как здесь Написано Служить Другим Хоть Чем-то Чем Можешь И Последнее Место Евреям Третья Глава Седьмой Стих Давайте Прочитаем Посему Как говорит Дух Святой Ныне Когда услышите Глаз Его Не ожесточите Сердец Ваши Как во время Ропота В день Искушения В пустыне Где искушали Меня Отцы Ваши Испытывали Меня Видели Дела Мои Сорок Лет Посему То есть Поэтому Я возникновал На онный Рот И сказал Непрестанно Заблуждаются Сердцем Не познали О нем Путей Моих О чем я говорил В начале Братья и сестры Что делает Недовольство Приводит К ропоту Что рождает Ропот Ожесточение Сердца И заблуждается Непрестанно Такой Человек Я смотрю Назад На свое Недовольство В котором я прожил Жил Даже больше Года Сильно Недовольствовал На одного Человека И вы знаете Я вот вспоминаю То время И думаю Как я заблуждался Как я заблуждался Как я был Неправ Сколько Через мою Голову Проходило Негодных Мыслей По отношению Этого Человека Но Бог Так сделал И слава Ему Что Он Открывает Нам глаза Обратите внимание Говорит Писание Благочестивым Быть человеком Жить По заповедям И по велениям Божьим Так мы с вами Прочитали Но когда Недовольство И ропот В сердце Человека Как было У этого Израиля Они видели Дела Господа Они видели Чудеса Но были Ожесточены Во-первых Человек Становится Жестоким Грубым Надменным Братья Так или я Придумываю Или у меня Только так было Так И сама Страшно Заблуждается Хоть говорит Я прав Да я знаю Я прав Он сам себя Пытается Мужчина Этим убедить Что он прав Но он Заблуждение Знаете почему Правее Слово Божие Ничего нет Ни для меня Ни для тебя Заблуждаешься Заблуждаемся Мы сердцем Тогда Когда мы живем В ропоте И недовольстве Сердце Не может Правильно Здравомысля Рассудительность Ушло Другое место У тебя будут Одни подозрения У тебя будут Какие-то такие Политические В голове действия Ты будешь Строить себе Какую-то Там не поймешь Че Вот так Обманывает нас Враг душ человеческих Поэтому Братья и сестры Не познали они пути Это не путь Божий Путь Божий Мы начали с вами читать В великое приобретение Быть благочестивым И довольным Пришла трудность В твою семью Пришла трудность В твою жизнь Довольным будь Благодарным будь Начни благодарить Бога Это путь Быть довольным Да Тебя тесно Да Может у тебя финансы Да Может быть что-то еще Болезни Прими это Как от Господа Довольствуйся Благодари Его И ты увидишь Бог даст тебе Сердце мудрое Как поступить С мужем С женой Но если ты этого Не будешь И я делать Мы будем в заблуждении И мы будем не знать Как поступить В трудной ситуации Продолжим это место Я заканчиваю Следующее Он продолжает 16 стихом Ибо некоторые Ислышавших Это продолжение Этой главы Возроптали Но не все Вышедшие Из Египта С Моисеем На кого же Негодовал он Сорок лет Не на согрешивших А в чем Они грешили Роптали В чем еще Выражался их грех Который кости Пали в пустыне Против Кого же Клялся Что не войдут В покой его Как против Непокорных Вот грех Был в чем Ропот Рождает Непокорство И так Видим Что они Не могли Войти За неверие Еще один Грех Неверие А неверие Страшный Грех И враг На этом Сильно Орудует Сегодня Когда Недовольство На жену Тогда приходит Неверие Недоверие К жене Ревность Появляется У людей Конфликты И приходит Масса проблем И наоборот На ровном месте Люди В возрасте Могут Расстаться По одной причине Что допустив Недовольство Они допустили Недоверие К ближнему Родному Человеку И это Сатана Продолжит И разведет Эту семью А зачем это Счастья не будет Поэтому Братья и сестры Да поможет нам Господь И последнее место Мы вернемся К этой главе 1 Тимофея 6 главе Ты же Божий Человек Если мы Божьи дети Давайте прислушаемся Беги от подобного Стремись только К праведности Благочестию В вере Любви Долготерпению И доброте Молодые девушки Молодые братья Если к вам Подходит человек А вам наговорили На него Он вас очень Сильно любит А вот Эта неправильная Информация Наговоренная На него Может родить В вас Недовольство И когда вы Допустили Это недовольство Оно затмит Ваше здравое Сердце И разум Обратитесь То Как Бог Просите Бога Умоляйте Бога Судьбу Просите У Него Господь Дай мне Спутника Или спутницу Жизни Ту С которой Я прошел Всю свою жизнь Не состарился Как Тови Молился Я беру ее Не как жену А как сестру И дай мне С ней Состариться Услышьте Пожалуйста Я слышу На браках Многие Так молятся Но когда К старости Дело Проблемы Чуть не расходятся Мучаются Они живут Это не Я счастье Выход Всегда Есть Выход Всегда Есть Это Покаяние Понять Что я Не должен Ожидать Я должен Сделать Благочестие Христос Так поступил Скажите Он был Благочестивый Да Он не ждал Когда мы Что-то Для Него Сделаем Он пошел Отдал Свою жизнь Умер Для нас И сказал Пожалуйста Живите Вот твои Мои повеления Живите По ним И вы будете Счастливы Так Мужья Должны Любить Своих жен Как свои тела Так и Христос Возлюбил Свою церковь И предал Себя За нее Говорит нам Апостол Павел Ефесянам Так жены Должны Покоряться Своим Мужьям Каким мужьям Своим Подчеркиваю Муж Люби Свою Жену Вначале Служи Помогай Другим Женам Но Люби Только Свою Жена Повинуйся Своему Мужу Другой Попросит Она И обед Принесет И все Сделает А свой Попросит Не хочу А почему Он меня Не слушает Он Меня Такой Он Меся Кой И пошло Колесо Недовольства Вы понимаете Как обманывает Дьявол Нельзя Идти на поводу Его Друзья Надо Остановиться И понять Библия Учит Очень правильным Аспектом Она Учит И дает Счастье И если мы Хотим Быть Благочестивыми Мы должны Подумать Я не заканчиваю Мы будем Продолжать Еще дальше Следующий Раз Да поможет Нам Господь Чтобы приобретать Это великое Приобретение Быть Благочестивым И довольным И я Извиняюсь Что я занял Ваше время Если даже Кто-то Недоволен Что я Затягиваю Иногда Простите Меня Помолитесь За меня Я вас Благословляю Великое Приобретение Быть вот таким Даже Вредным Как я Быть довольным Богу Слава Аминь И вот На прямых По полнам Морских Выбурят Его Вереном Хоть Море Шумит Меня Не Спрашит Ни Буря Ни Злою Рога Решающий Мир Меня Подкрепит Христос Верный Друг Христиан И вот Впереди Все Силы Слава Морская Секия Шумит Хоть Гавань Близка Борьба Велика Еще Для Меня Предстоит Хоть Море Шумит Меня Не Спрашит Ни Буря Ни Злою Рога Решающий Мир Меня Подкрепит Христос Верный Друг Христиан Суровой Борьбе Немало Пришлось Тревожный Кмину Пережить Морская Волна Сомнений Полна Не раз Угрожала Покрыть Хоть Морская Шумит Меня Не Спрашит Ни Буря Ни Злою Рога Решающий Мир Меня Подкрепит Христос Верный Друг Христиан И Хоть Все Плотцы Свершившие Путь Приют Получают Святой Ко мне Больше Слез Ни Буря Ни Гроз Но Радость И Вечный Покой Хоть Море Шумит Меня Не Спрашит Ни Буря Ни Злою Рога Решающий Мир Меня Подкрепит Христос Верный Друг Христиан Хоть Море Шумит Меня Не Спрашит Ни Буря Ни Злою Рога Решающий Мир Меня Подкрепит Христос Верный Друг Христиан Мы закончим наше утреннее служение словами благодати. Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общения Святого Духа Со всеми вами Аминь